День с толком Смотрите в этом выпуске Ведутся ли обещанные строительные работы в Краевом художественном музее? Оправдается ли вложение в размере миллиарда рублей? В начале лета наша съемочная группа была на экскурсии по объекту. Посмотрим, что вышло у строителей и когда ждать открытия местного эрмитажа. Был исторический памятник, стал постройкой с нуля. Художественный музей реконструируют с 2012-го. Семь лет пейзаж сердца Барнаула, строительные леса и заборы. Первый застройщик разорился в 2015-м. Следующие годы здание стояло без консервации. Из 280 миллионов, выделенных на работу, не освоили 30. Их власти и оценили как ущерб. Казалось бы, незначительно, но они потеряны. Застройщик банкрот. А на очереди новые расходы на отделку зданий и закупку оборудования. В совокупности больше миллиарда. И все за счет краевого бюджета. Федерального бюджета здесь денег нет. По той причине, что сама по себе реконструкция этого объекта, объекта исторической ценности, она требует экспертизы федеральной. И этот объект не пройдет, потому что вы все наблюдаете, что по сути он строится заново, в прежних размерах, по прежнему дизайну. Но внешний вид сохраняем, но это новое здание уже. Можно ли было не сносить исторический памятник – открытый вопрос. Тем временем, в ожидании нового дома, музей располагается в старом купеческом здании. Склад с 15 тысячами картин живет отдельно. Помещения камерные, тесновато, сотрудники музея очень ждут переезда. Помещений, как говорится, всегда не хватает. Но вот впервые, наверное, по нашему адресу, новому Ленина 88, у нас будет наконец-то объединено хранение и постоянная экспозиция, экспозиционные залы. Когда не надо будет нанимать специальную машину, чтобы привести работы из хранения на экспозицию, когда их можно будет просто перенести по коридорам. За лето, по словам сотрудников музея, застройщик доделал часть крыши, запустил отопление. Но работы по-прежнему очень много. Пока что сроки окончания строительных работ передвинуты на начало 2021 года. Говорят, на этот раз точно все доделают. Однако строительные работы, на первый взгляд, ведутся достаточно медленно. Поэтому говорить о том, что меньше, чем через два года мы сможем увидеть на месте недостроя новый Барнаульский Эрмитаж еще очень рано. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Зима может вновь погрузить Барнаул в дорожный коллапс. Службе города не хватает больше 50 водителей техники. Сегодня власти проверяли готовность краевой столицы к первому снегу. Техника есть в автопарке новинки. Илья Кочетков продолжит. Придирчивый осмотр нового КамАЗа. Его будущий водитель Константин Артеменко объясняет. Каждую машину дорожной службы на сезон закрепляют за одним человеком. Всю зиму он может провести вот здесь. Преимущество автомобиля. Новая машина попроще, получше, поспокойнее, поинтереснее работать. Ну и, соответственно, покрасивее. Может, посмотрим, как в зиму будет работать. Надеемся, что будет намного лучше в комфорте. Новая техника универсальна. Зимой она чистит снег и разбрасывает пескосоляную смесь. Летом ее переоборудуют в обычные самосвалы. В этом году город купил шесть таких машин и еще три трактора. Если выпадет первый снег, на улице готовы вывести 252 единицы техники. Это самосвалы, погрузчики, грейдеры. Заготовлено почти 40 тысяч тонн пескосоляной смеси. А вот чего не хватает, так это кадров, говорит глава автодорстроя. Для полного штата нужно набрать больше полусотни человек. Из таких, может быть, немножко тревожных моментов, это сегодня комплектация. И основная задача, наверное, будет для Андрея Александровича сформировать все-таки штат, посмотреть и проанализировать, в чем здесь проблема, почему у нас не комплектация, может быть, и фонд заработной платы. Набрать по меньшей мере 90% от необходимого штата автодор планирует в ближайшие две недели. И, похоже, погода даст на поиск сотрудников еще пару лишних недель, пока снега не прогнозируют весь месяц. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Генеральный директор сибирской медиагруппы Андрей Абрамов вошел в число лучших управленцев России. Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсант» подвели итоги рейтинга топ-1000 российских менеджеров. Отметим, что Андрей Абрамов стал единственным представителем медиабизнеса из Сибири. В числе других лидеров – гендиректор холдинга РБК Николай Малибох, зам главного редактора России сегодня Сергей Кочетков. Победители определяли по принципу «лучший выбирает лучших». Жюри учитывали рекомендации, оценки работы и многие другие факторы. Я подавал заявку на участие для того, чтобы получить объективную оценку своей работы со стороны. И если что-то не так, то скорректировать курс. Список бизнес-лидеров формируется Ассоциацией менеджеров России, которую консультирует издательский дом «Коммерсант». Они профессионалы своего дела, и их оценка очень важна для меня. Оценка в рамках региона, конечно, тоже очень значима и важна. Но признание на таком уровне актуально для любого сотрудника компании. Поэтому я призываю журналистов постоянно участвовать в таких конкурсах профессиональных, ведь эти конкурсы стимулируют развитие. Топ-1000 российских менеджеров в рейтинг с 20-летней истории. Как отмечают его организаторы, он позволяет, в частности, отслеживать, как меняется лицо российского бизнеса, отмечать появление новых лидеров в своей отрасли. Проект Боровихинской школы вошел в краевую инвестиционную программу. Попыткам построить полноценную школу для сельских детей уже больше 15 лет. И, наконец, село стало ближе к заветной цели. Подробности в сюжете. Эта школа построена в Боровихе до войны. Новое здание здесь ждут очень давно. Последняя попытка была провальной. Подрядчик подписал договор, но строить так и не начал. В итоге земля под новую школу простаивала, ведь была в аренде у несостоявшихся строителей. Другого участка, пригодного для строительства, школы в селе нет. В июле депутат Государственной Думы Александр Прокопьев организовал выездное совещание с министром образования и науки Максимом Костенко и представителем краевого Минстроя. Правильно, Сан Сергеев, совершенно поддерживаю тему. 22-й год, он такой интересный, насыщенный. Первый. Первый, да. 21-й год. После этого началось оформление документов для финансирования из краевой инвестиционной программы на 2019 год. И уже вчера прошла встреча Александра Прокопьева с педагогическим коллективом и родителями учеников, на которые обсудили дальнейшие шаги на пути к новой школе. Накануне буквально нашей сегодняшней встречи был подписан документ с Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, по включению проекта школы Боровихи в КАИП, то есть краевую адресную инвестиционную программу. По факту, что это для нас значит. То есть мы сократили, получается, весь наш временной промежуток по этому проекту на год. Ну, я считаю, что это наша общая такая достаточно серьезная заслуга. У нас на следующий год основные средства заложены на проектирование и уже на начало работ, то здесь, конечно, мы уже в будущее смотрим с оптимизмом. Если все будет и дальше по плану, строительные работы начнутся через год. Но до этого времени должно прослужить нынешнее здание. Ремонт школы инициировал Александр Прокопьев. Обшили коридор, покрасили. В спортзале ползали. Самыми проблемными были крыша и пол в спортзале. Крышу отремонтировали. А вот здесь раньше тренировались дети. Теперь пол перестелили, обработали антисептиком. Сделали всем миром. В ремонт школы вложились и администрация района, и местные предприниматели. Так что до завершения строительства дети в этой школе будут в безопасности. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком. Не с кем работать, так в Крымом Минздраве объяснили закрытие Новоалтайского роддома. Без родильного отделения рискуют остаться матери самого Новоалтайска, еще Первомайского, Косихинского и Тольменского районов. В Крымом Минздраве объясняют, за лето в роддоме Новоалтайска появилось на свет 15 малышей и 4 ребенка в сентябре. В то время как в 2018-м новорожденных было почти 400. Роженец меньше, врачи теряют квалификацию, поэтому отделение закрывают. Беременных с патологией будут направлять в Барнаул, остальных могут принять и в больницах Новоалтайска. 20 медикам роддома предложили трудоустроиться в других медучреждениях. Многие уже нашли работу, заверяют в Минздраве. Хотят они перейти завтра или сегодня, это их право. Хотят они сокращения, об этом мы сейчас еще не говорим. То есть у нас пока нет окончательного решения о том, что этот роддом приказом закрыт. Приказа нет. Просто сама жизнь вот так складывается, что работать там, во-первых, некому, а во-вторых, не с кем. Закрытие уже вызвало общественный резонанс. Недовольную даже намеренно провести акцию протеста против закрытия единственного в городе роддома. Тем не менее, пока роддом будет работать в режиме ожидания, то есть до приезда реанимационной бригады из Барнаула, пациенту должны оказать помощь. Несвятой батюшка. Так называется ютуб-канал барнаульского священника, который стал блогером. Не все служители церкви однозначно реагируют на популярность отца Романа, но число подписчиков растет. А на интервью к батюшке приходят известные медийные жители края. Мы встретились с несвятым батюшкой, фамилия которого, кстати, не веров. Бог помит. Единое чистое, не порожное, не рожное, не рожное. Церковь такая черепаха добрая, которая постепенно идет, идет. В 13 лет я церковь считал тюрьмой. Просто, где ничего нельзя, кругом сплошные запреты. Отец Роман не скрывает, что подписан на Юрия Дудя, Данилу Поперечного. Батюшка скорбит о смерти Децла и радуется свободе Эрика Давидовича. В интернете он известен как несвятой батюшка. Роман Неверов ведет свой канал на ютубе, записывает видео для братьев и сестер. На интервью к нему уже приходили православный гинеколог, знаменитый морж Владимир Зеленецкий, арт-критик Вадим Климов. А девушка говорить будет? Ну, если вопрос дойдет до этого, можно будет об этом поговорить. У нас дети стали более больными. Они не выдерживают тяжести родов. Но все это не ради хайпа. Отец Роман говорит, молодежь не должна думать, что священники – это какие-то боги. Они обычные люди со своими слабостями, искушениями. И да, они пользуются интернетом. У меня, конечно, есть слабости. У меня жена трое детей. Только если взять на будни, ну, не хватает, бывает даже зачастую терпения. Я так же, как и молодые люди, ходил в клубы, вел абсолютно такой же простой молодежный образ жизни. Абсолютно такой же. Канал «Не святой батюшка» мягко сказать нравится не всем в Барнаульской епархии. Многие считают, что журналистика, да и в целом медиа – это все от лукавого. Отец Роман с этим не согласен. Служители церкви могут вести соцсети, общаться с подписчиками, при этом доносить доброе и светлое, чем батюшка и занимается. Люди не ходят в церковь, что она вот архаична, замкнута, закрыта и не дает возможности пустить что-то новое. Это отношения, эти мысли, они перейдут к молодежи, и тогда мы вообще всех потеряем. Большую часть жизни отец Роман уже посвятил религии, служению, но так и не нашел для себя ответа на многие вопросы. Блогер признается, если бы он брал интервью у Бога, задал бы свой главный вопрос. Почему зло на земле так сильно? Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Грязно, но зрелищно. Команда «Динамо» Барнаул обыграла сборную американской студенческой лиги в рамках международного хоккейного турнира. 3-2 в нашу пользу. Игру смотрело 5000 зрителей. О первых победных эмоциях и жесткой американской игре расскажем прямо сейчас. Многотысячное скандирование. Россия, Россия. «Динамо Алтай» рвется в атаку. Жесткая борьба с первых секунд. Радиоостояние России. Америки на трониновой арене. Спортсмены буквально бьются на шайбу, толкаются. Из-за глушительного рева болельщиков меня не было даже слышно. Игра говорит сама за себя. В борьбе за шайбу чуть ли не драка, но на пятой минуте первый гол ворота соперников забиваем мы. Игра очень интенсивная, очень напряженная, очень интересная. Ну прям эмоции прям зашкаливают. Масштабное зрелище. Раньше ездили в Новосибирь за таким, а сейчас, собственно, в Барнауле можно наслаждаться. Скажите, не жалко хоккеистов? Они часто получают травмы, зубы им выбивают. Нет, не жалко, не стоит их жалеть. Во втором отрезке игры американцы учудили два удаления за пару секунд. Динамовцы воспользовались случаем и удвоили цифру на табло. В третьем периоде американцы, играя в меньшинстве, сравняли счеты. Зрители негодуют. Очень жаркий конец встречи. За минуту до финала американцы поменяли вратаря и едва не получили гол в пустые ворота. Но 3-2 в пользу «Динамо Алтай». Мы обычно играем жестко и нам нужно время адаптироваться к хоккею, в которой играют здесь. Я думаю, мы сможем и будем с удовольствием играть здесь дальше. Смогут ли реабилитироваться американцы, узнаем сегодня. У них игра с чехами, а наши триумфаторы встречаются с казанской командой. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.